Жители Карелии могут пожаловаться на повышение цен на продукты. Минэкономразвитие и антимонопольная служба открыли горячие линии. Он ведет этой плазмой по ране, гной уходит и открывается чистая ткань. Ученые из Карелии изобрели живую воду. Она не только лечит раны, но и увеличивает урожай. Хороши на практике, слабоваты в теории. Наша съемочная группа проверяла свои знания правил дорожного движения. Новости на телеканале НИКО+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. На беженцев, приехавших в Карелию, из республиканского бюджета потратили 10 миллионов рублей. Федеральный центр обещает возместить затраты, однако пока денег не перечисляет. Об этом заявил сегодня председатель республиканского комитета ПГО и ЧС Николай Федотов. На каждого вынужденного переселенца на сегодня из карельского бюджета тратится примерно по 800 рублей в день. В итоге за все время с 15 июля, когда в Карелию прибыла первая группа беженцев, накопилась немалая сумма. Сегодня уже более 10 миллионов. Это на все. На закупку имущества. Это вот уже на Жуковского купили кровати 188. Ремонт идет. Предполагается, что все расходы региона будут возмещены в виде трансфертов из федерального бюджета, однако пока Карелия не получила ни копейки. Тем не менее, серьезные траты на обустройство беженцев республике еще предстоят. Глава республики Карелии информировал правительство Российской Федерации, что республика готова была принять 100 человек. Потом вышло 22 июля распоряжение правительства, где наделили квот в республике 1290 человек. Чтобы разместить людей, сейчас спешно делается ремонт в общежитии автотранспортного техникума на улице Жуковского, который станет основным местом временного размещения беженцев, а также в общежитиях Костомукши, Сигежи, Пудожа. Закупается все необходимое, но помощь жителей будет очень кстати. Сейчас беженцы нуждаются в первую очередь в обуви, особенно детской. Сандалии нести не надо, а вот от осенней или зимней обуви переселенцы не откажутся. Жители Карелии могут пожаловаться на значительное повышение цен на продукты питания по горячим линиям Минэкономразвития и антимонопольной службы. Некоторые эксперты говорят, что подорожание продуктов возможно после запрета импорта продовольствия. В правительстве республики сообщают, на продовольственном рынке Карелии розничные цены на продукты относительно стабильные. Речь идет о ценах на хлеб, яйцо, мясо, рыбу, молочную продукцию, колбасы, овощи и фрукты. В целом товарный рынок республики насыщен потребительскими товарами. Если вы увидите, что какой-то продукт сильно подорожал, звоните по телефону горячей линии Минэкономразвития 79 23 21. Открыта горячая линия и в Карельском управлении Федеральной антимонопольной службы, где тоже контролируют цены на отдельные виды продуктов. Звонить можно по телефону 78 44 30. Бухгалтера в Петрозаводске взорвали в машине за долги. Об этом заявил сайт у Республика, не названный источник в правоохранительных органах. Напомню, 4 августа в автомобиле БМВ произошел взрыв. Как выяснили следователи, в автомобиле взорвалось самодельное взрывное устройство. В момент взрыва в салоне находилась 27-летняя девушка. По версии следствия, бомба была замаскирована под подарок. Девушка сама занесла его в машину и попыталась развернуть, после чего прогремел взрыв. Пострадавшая была госпитализирована. Известно, что девушка была бухгалтером. Возможно, именно профессиональная деятельность стала причиной покушения. Сегодня в сети была озвучена новая версия преступления. Неназванный источник в полиции рассказал журналистам, что бомбу в иномарку подложили из-за долгов пострадавшей. Якобы злоумышленник таким образом пытался вынудить девушку платить по счетам. Занимающийся расследованием данного дела, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Улан Кензеев отказался комментировать нашему каналу подробности по делу о взрыве. При этом изданию столицы Наонега Улан Кензеев сообщил, что у следователей нет сведений о том, что преступление совершено в связи с долгами. Карельские ученые изобрели живую воду. Как утверждают физики из Петрозаводского госуниверситета, обычная H2O, обработанная переохлажденной плазмой, полностью меняет свой энергетический состав и буквально творит чудеса. Например, лечит инфицированные раны и позволяет получать фантастические урожаи картофеля и клубники. Секреты живой воды узнал Александр Лычагин. Петрозаводск знаменит не только своими архитектурными скандалами и оппозиционным мэром. К примеру, в научных кругах России вовсю обсуждается революционное открытие наших физиков из ПетрГУ. Речь идет о переохлажденной плазме и ее влиянии на живые организмы. А в интернет-пространстве ходят и вовсе фантастические слухи. Якобы карельские ученые изобрели самую настоящую живую воду. Плазма – ионизированный газ, образованный из нейтральных атомов и заряженных частиц. Его температура более 5000 градусов Цельсия. В конце 90-х переохладить плазму до плюс 30-40 градусов попытался доцент ПетрГУ Валерий Гостев. Эксперимент увенчался успехом. Дальше все было как в фантастических фильмах. Первые эксперименты над бактериями показали, что переохлажденная плазма убивает их целыми колониями. От инфекции не оставалось и следа. Раны, обработанные плазмофоном, затягивались буквально на глазах. Однажды ученые даже спасли 37-летнего петрозаводчанина, умиравшего от тяжелой флегмоны века. Этому пациенту оставалось жить день, может, два. Его на первую обработку привезли лежа. Представляете, я стоял за спиной у хирурга, он ведет этой плазмой по ране, гной уходит, открывается чистая ткань. Через день его уже привезли сидячим. На третью обработку он пришел пешком. Ученики Валерия Гостева активно занимаются прикладными исследованиями переохлажденной плазмы. К примеру, ее влияние на сельскохозяйственные культуры изучает доцент агротехнического факультета Евгений Тихонов. По его словам, опыление растений водой, которая обработана плазмой, заметно стимулирует их рост, повышает урожайность. Аппарат, заряжающий воду, ученый шутя называет «чумаком». Прототип этого плазматрона собран практически из подручных материалов. Это наша собственная разработка. Генерирует высокочастотный импульс очень высоких энергий. Он позволяет получить разряд непосредственно в воде, то есть разряд плазмы. Вода поступает в проточном режиме. Мы ее можем набрать. Визуально она ничем не отличается от обычной воды, но ее структура, ее свойства, они уже изменены. Опыты с активированной водой Евгений со своими студентами проводит в самых настоящих полевых условиях. Ферма неподалеку от Шуи – самый настоящий исследовательский полигон. Ее хозяин, фермер Андрей Сосункевич, сотрудничает с ПитерГУ уже не первый год, предоставляя ученым солидный участок своих угодий. Более того, Андрей лично участвует в экспериментах, в том числе с переохлажденной плазмой. По словам фермера-экспериментатора, в прошлом году он опылял картофель активированной водой. Урожай получился баснословным. Этим летом практически то же самое произошло с клубникой. Заметно, что урожайность лучше становится, меньше вирусов, меньше болезней. То есть картофель более чистый. И на клубнике урожайность намного больше, и кусты выглядят более здоровыми. Можно только предполагать, какую фантастическую пользу медицине и сельскому хозяйству может принести переохлажденная плазма. Однако не все так просто. Живая вода еще не до конца изучена и может скрывать в себе множество тайн и сюрпризов. Может быть это наши фантазии, что она живая. Но по крайней мере она не вредна. Исследования переохлажденной плазмы петрозаводские ученые ведут уже более 10 лет. Однако признаются, что до промышленного использования чёда плазмофонов и плазматронов еще далеко. Причина в слабом финансировании отечественной науки, которая нередко держится исключительно на плечах энтузиастов. И можно только порадоваться, что такие энтузиасты у нас еще остались. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. Новости на телеканале Ника+. Мы продолжаем. Получить или заменить водительское удостоверение теперь можно быстро и без очереди, сообщает ГИБДД. Запись на получение прав ведется в сети интернет на портале государственных услуг. Граждане Российской Федерации, в том числе в нашем случае это город Петрозаводска, Республика Карелия, могут получить государственную услугу по получению водительского удостоверения, замене водительского удостоверения, получение международного водительского удостоверения, совершение регистрационных действий через портал госуслуг. В этом случае гражданину облегчается процедура оказания государственной услуги. Он заходит на портал государственной услуги, выбирает для себя удобный день и выбирает для себя удобное время. В этом случае он обращается в госавтоинспекцию в выбранное время, и именно в это время ему оказывается его государственная услуга. Таким образом, ему не надо ждать очереди для предоставления и оказания услуг. По данным госавтоинспекции, с начала года в Петрозаводске в 15 авариях с участием мотоциклистов пострадали люди. Не желая мириться с такой печальной статистикой, карельские байкеры из клуба «Найт Райдерс» и сотрудники ГИБДД устроили совместную профилактическую акцию «Мото-2014». Главная цель мероприятия – напомнить водителям мототранспорта о правилах дорожного движения. Акция «Мото» стартовала в Петрозаводске 13 августа. Мото-карельские байкеры решили на собственном примере показать своим собратьям по железному коню, как мотоциклист должен вести себя в городском транспортном потоке, а также напомнить водителям мототранспорта ПДД и требования к мотоэкипировке. В то же время сотрудники госавтоинспекции организовали сплошные проверки мотоциклистов на дорогах. Очень важно мотоциклистам, которые нарушают правила, которые едут без экипировки, не имеют экипировки и так далее, понимать, что они представляют опасность не только для других, но и для себя, потому что очень много случаев, когда аварии с участием мотоцикла заканчиваются очень печально, человек получает очень серьезные травмы. Акция будет проходить в Петрозаводске и районах Карелии до 25 августа. Ее организаторы надеются, что опыт будет полезным и дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов станет хотя бы немного меньше. Александр Лычагин, Никита Лукин, телеканал Ника+. Наш телеканал принял участие в чемпионате республиканской прессы на Кубок Престижа по правилам дорожного движения. Наш корреспондент Александр Гнетнев, оператор Иван Медведев и водитель Георгий Сорковой доказали, что они, возможно, слабы в теории, но на практике им почти нет равных. Несмотря на то, что действующие права есть только у водителя Георгия, наша съемочная группа отправилась защищать честь телеканала. Правила дорожного движения. Первое препятствие на конкурсном пути, которое наша команда, к несчастью, сразу проваливает. По иронии, лучшие результаты теста – 13 баллов у не имеющего прав оператора Ивана Медведева. Справедливости ради стоит сказать – экран с табличкой «Экзамен сдан», увидели единицы. Приятное отличие чемпионата от реального экзамена на права. Не сдав теорию, можно смело приступить к вождению. Прессе дали выбор. Отправляться на площадку можно было как на своей личной машине, так и на транспорте с инструктором. Учебным самосвалом с номером 666 журналистам порулить не позволили. Площадка стала местом триумфа водителя Ники. Георгий Сороковой выиграл заветные секунды, но внести перелом в турнирный расклад не получилось. Уж больно медленными были два других члена команды. Медленные, зато аккуратные. Практика, в отличие от теории, нам покорилась. Но призовых мест завоевать не вышло. Так люди привыкли уже с опытом, уже позабыли то, что проходили в автошколе. Если бы сейчас они сдавали экзамен на площадке, то сдало бы, не знаю, процентов 60 была бы сдача. Первые места в мужском и женском личных зачетах в чемпионате прессы завоевали представители издательского дома «Петропресс» и газеты «Комсомольская правда». Александр Гнетнев, Иван Медведев, Георгий Сороковой, телеканал Ника+. Сразу после рекламы программа «Старый город», а новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко, желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова